Прежде чем говорить о моей силе, хочу задать тебе вопрос. Всегда ли ты, произнося слово «дом», имеешь в виду не сооружение из кирпича и дерева, а поля, леса, землю, по которой ходишь, на которой живешь? Группы людей в наушниках со стороны движущихся по непонятной логике и разбредающихся по территории Кремля туда и сюда, затем танцующих без музыки или обнимающих деревья. Это все зрители и одновременно актеры спектакля «Движение стихий». Вообще любой спектакль происходит в первую очередь в голове у зрителя. И сколько в зале зрительных мест, столько и спектаклей. И здесь спектакль происходит у тебя в голове. Какие бы задания одинаковые не давали людям, каждый какую-то свою историю проживает. Такой необычный формат аудиоспектакля, прогулки и психологического тренинга в одном родился во время пандемии год назад. Но прижился и нравится всем, кто хоть раз пережил это действо. Спектакль очень интересный лично для меня, потому что, когда другой куратор ведет этот спектакль, я сам люблю на него ходить, потому что он помогает эмоционально разгрузиться, освободиться от проблем. Он очень сильно помогает прислушаться к себе. И потом ты ходишь, и природа, которая каждый день тебя окружает, ты ее ощущаешь уже по-другому, ты ее чувствуешь действительно. Главные герои спектакля – четыре стихии – земля, воздух, вода и огонь. Зрители вступают во взаимодействие непосредственно с ними и, выполняя определенные задания, становятся с каждым шагом немного другими. Спектакль – прогулка, который освобождает тебя от груза прошлого и открывает новые горизонты. Встреча с каждой из стихий происходит в заранее намеченном месте. Задание подготовлено с помощью профессионального психолога. А такая возможность – остаться один на один с самим собой, несмотря на большое количество людей вокруг, поговорить с собой на чистоту, согласитесь, дорогого стоит. Здорово, что театр смог адаптировать это специально под Рязань, потому что, естественно, в Иркутске у них какие-то другие локации. Мне кажется, очень хорошо природа, но вот наш вечерний показ еще совпало, и формат прогулки променадок. Необычно. Я в таких квестах никогда не участвовал. Очень красиво. Большое спасибо Иркутску за этот спектакль. Пройдя спектакль, каждый уносит с собой что-то свое, глубинное, доброе. И счастливые улыбки участников, зрителей – тому лучшее подтверждение. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова